всем привет на канале за внимание сегодня я хочу поговорить о поводке и я вот собаки строгий ошейник шарпиев почему стой почему почему такой я объясню во первых вы смотрите шарпей короткий поводок удобный тем что и железный собаку ты всегда контролируешь собака начинает выходить из сидеть собака начинает когда на большом расстоянии и управлять намного сложнее может трое детей зимой возить и он стал очень сильный здоровый поэтому удержать его очень тяжело шарпей это не служебная собака вот ее идеально не воспитает я тоже думал мне шарпей добрый пока один раз жена не вышла с ним погулять и шарпей побежал сорвался хочет собаку не за да и чуть собаку не за поэтому с тех пор я говорил что надо короткий поводок потому что во первых собаку воспитывать хорошо с коротком и строгим ошейником хоть там говорят вам допустим ошейник это там многие они там в комментариях писали что как же так там до этого когда писал как же так собака такая и там нельзя шли строй и ошейника я вам хочу сказать что во первых у собаки вот такой ошейник у него видите ничего здесь нет если другой ошейник у нее здесь начинает до этого до этого был ошейник вот видит шкура вот след остается у него а такого него первых не остается шерсть равномерная у него становится любой ошейник все равно это насилие над собакой поэтому хоть так насилие есть вот так но в то же время вы собаку можете трассировать хорошо сказать допустим она начинаете слушаться или что-то вы сиди дернули лежать собака видео ну хотя она сама поднимается берет рядом 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 сидеть так что у короткого поводка одни преимущества если собаки байк бегать туда этого надо вывести собаку достаточно на собачу площадку чтобы она побегала все равно потому что длинный поводок все равно собака не может подбегать и быстро развиваться собаки все равно с таким поводком даже удобно и на велосипеде должен ехать собакой вот тереть так что у короткого поводка и строгого ошейника я недостатка вообще не имею совершенно вообще потому что даже в маленькой собаке когда вы надеваете только первый раз ошейник она все равно любой какой бы ошейник не был она противится совершенно поэтому я считаю и проверено опытом как я говорю у короткого поводка они преимущества поэтому и советую вам то же самое потому что собака все равно она должна быть не социально опасной собак держал раньше то все знают а добиться идеала от шарпея все равно не получится потому что это не служебная собака ничего вы не сможете сделать чтобы она в идеале была немецкая как ковчарка лька с добермана допустима с ней никогда не поводит это надо быть готовым потому что собака это вот посмотрел мое видео когда я рассказываю это собака с хитринкой они китайцы как бы обмануть хозяина как ну это не злобное такое а вот они добрые вот но все-таки у них есть буквально не не боятся вот они смелые собаки шарпеи сами почтения никогда не отступают а еще удобно почему допустим идете если когда-то встречали там шарпеи допустим идешь шарпеи а вот какие-то бабки там шапками которые гавкой могут там подойти там допустим набрасываться вот такие а вы слегка бросаете собак бросаете поводу собака собака ноги себе не обломать длинном у него ноги начинают путаться а коробка мы бросаете вы просто вот и собака сама разберется с теми кто шапками как я их называю который моськи вот такие тяпкают там из себя что-то курчат а стоит только отпустить шарпеи и все на этом их понты заканчиваются поэтому вот поэтому всегда советую и поэтому вам советую прислушаться к моему мнению это очень идеальный вариант единственное что здесь недостаток что если на этом на шинике и вы не покатаете ребенка там допустим на санках на скейте можно и такого победил наше видео для этого нужно совершенно другое но мы к этому вернемся вы были на канале дань и ваня подписывайтесь на наш канал любите шарпеи вам благодарностью отплатят такой же вот поэтому и вообще любите живот на 5 всем пока